В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Музыка для толстых». Москва, 60-е, весна, коммунальная квартира, первые запрещенные пластинки на ребрах и первая настоящая любовь. Вот оно! Пришло мое времечко! Поспели вишенки! О серьезных вещах под маской юмора и тонкой иронии. Спектакль с интригующим названием «Музыка для толстых». На деле оказалась социальной пьесой о советском времени. Узнаваемые характеры, узнаваемый быт. Автор пьесы Петр Гладилин задается извечным вопросом, почему счастливы и счастливы, а несчастливы и несчастны, и заставляет подумать об этом зрителей. Но я хочу мыслить! Скажите, вы жаждете мыслить! Глубокие мысли скрываются под смешной фантастической комедией. Режиссеру Игорю Милосердову удалось передать посыл автора. Это дает такой импульс к размышлению. Это не просто классика, это конкретно и мистика, и в том числе и реальность. Тут ведь показаны такие типы характеров. Я понимаю, что девочкам очень нравится котик, да? Он всем как бы центральная фигура. Вызванный интерес всем вот этим действом для меня прям откровение. Браво, Милосердов! Браво, Игорь! Из-за ограничений, которые были у нас наложены весной, не все премьерные спектакли были показаны. Действительно впечатляет игра актеров. С таким тонким чувством юмора они преподносят материалы, и зрители очень чутко реагируют. А реагируют зрители на каждую мелочь. Есть на чем посмеяться, подумать и погрустить. Отрадно, несмотря на карантинные меры, то, что зритель все равно идет в театр, и зал пусть наполовину полон, но он заполнен. Он заполнен доброй эмоцией, и в нем звучат аплодисменты. О планах мы рассказываем очень аккуратно, боясь сглазить, но все-таки будут новые спектакли, будут интересные премьеры, будут новые имена на этой сцене. Пандемия, конечно, внесла определенные коррективы и в работу учреждений культуры. Из пяти запланированных премьер на деле состоялись три премьеры. Следующий ожидается 23 декабря. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.